Я считаю, что если мы не уберем сейчас символы, то именно в таком случае возможны бунты. То есть не потому, что что-то не будет переименовываться. По поводу подходов, Сергей, я не говорил про подходы к переименованию. Они, слава Богу, более-менее проевропейские. И то, как это происходит, то, что мы это все здесь обсуждаем, это уже о многом говорит. Правда ведь? Вопрос в том, как вы, депутаты, что вы делаете, как исполнительная власть, как вы продолжаете работать. Вот в этом вопрос. Вопрос в открытости. Вопрос в том, на первом месте человек или на первом месте система. Вы понимаете, в чем дело? Лучший проект декоммунизации, это сделать сквер на месте памятника, а не поставить новый памятник. Я не могу не уточнить, вы как человек искусства витаете в облаках. Не будет там нового памятника, там дом будет. Там дом, в сквере небесной сотни, да, там будет дом. Я просто, это еще нигде не озвучивалось, но я хочу сделать такое объявление, что мы вместе с ВДНХ киевским, вместе с киевской администрацией, сейчас обсуждаем вместе с институтом памяти, сейчас обсуждаем возможность создания по европейскому примеру парка тоталитарной скульптуры. Чтобы не уничтожать историю, а чтобы сохранить ее для будущих поколений и показать, что такое тоталитарное искусство. Как страшно это, когда на первом месте у нас нет человек, а когда это все на вас дает. И вот это вот неплохой пример декоммунизации.